Среди жителей сельского поселения Булатниковское много желающих посещать ярмарки и приобретать товары хорошего качества по низким ценам. Ярмарка в поселке Измайлово проводится всего один раз в сезон. Правда, и на эту ярмарку из-за плохой информированности попадают не все желающие. Посельчане предлагают проводить ярмарки в поселке чаще и сообщать об этом заранее. Тему продолжит Лариса Вольнова. Многие посельчане предпочитают покупать продукцию подмосковных сельхозпредприятий. Выгодно приобрести овощи открытого и закрытого грунта, мясную и молочную продукцию можно на ярмарке. 5 апреля в поселке Измайлово на ярмарку приехали 8 сельскохозяйственных предприятий Подмосковья, среди которых агрофирма Сафоновская, ПК Воскресенский, Кучинская птицефабрика и другие. Все идет по плану, хозяйство все ездит, проблем нет, люди вроде бы довольны, особых таких нареканий нет. Но мы тут, вот и местный Булатниковский здесь присутствует, и мы, конечно, это держим все под контролем. Какие-то вопросы будут, мы пытаемся тут на ходу все это решить. Большим спросом у посельчан пользуется молоко от колхоза Максима Горького. Цена продукта на ярмарке – 32 рубля за литр. За молоко мы постоянно приходим, не только на ярмарку. Это очень хорошее, это очень хорошее, мы всегда его берем. Вот я сегодня 200 литров взял сюда именно, на ярмарку, ну почти продал. Осталось там немножко. У вас постоянные какие-то покупатели есть? Постоянные, да, всех в лицо знаю. Любителей мясных деликатесов можно было наблюдать у палатки предприятия «Воскресенский». Вареная колбаса у нас вся по густу, колбаска вареная, копченая, потом сардельки, сосиски, деликатесы. Ну уж я теперь все продала, нет ничего уже. Хорошее качество и свежесть продукции – основные достоинства ярмарочных товаров. Яички хорошие, мясо свежее, почему бы и нет. Все, как говорится, какое захочешь, такое возьмешь. Не то, что там в целлофане, в магазине. Предприятиям агропромышленного комплекса выгодно приезжать на ярмарки, ведь продукция распродается всего за пару-тройку часов. Что больше всего пользуется? Молочная продукция. Творог, молоко, сметану, ряженку разбирает. Больше всего покупателей можно было увидеть у торговых точек с овощами и мясом. Конечно, ведь здесь наиболее привлекательные цены. Купила свеколки, дешевая свеколка, она везде дорогая. Здесь свининка приемлемая, тоже выбрать можно. Нашла головы. Представляете, в Берлеве, в этой пятерочке коммерческой фермер, продают по 50 рублей головы, 45 рублей. Здесь за 30. Цены, да, нормальные, хорошие, приемлемые. Жители обращают внимание на то, что ярмарка в поселке – это всего несколько палаток. И хотелось бы видеть более разнообразный ассортимент продуктов. На советском проезде чуть ли не сотня палаток. А здесь 2-3 палатки. Вообще-то товаров мало. Так как среди покупателей много пенсионеров, они приходят на ярмарку из-за близости к дому, из-за низких цен, то одна-две ярмарки за сезон – это слишком мало. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.